Сейчас я хочу приготовить что-то типа картофельных драников, но чтобы это было максимально полезно. Это практически протеиновая бомба. Честно скажу, рецепт ни у кого не воровал. Просто пришло в голову запихать в блендер все. Ну, понятное дело, что да, я видел там ролики, где картошку с мясом месят в измельчителе, и потом из этого готовят котлеты, типа драники. И я решил усложнить эту историю, добавив сюда геркулес. То есть, что у меня здесь? 230 грамм куриного филе, 1 картофелина, 2 яйца. Сейчас я добавлю сюда 50 грамм геркулеса. Помимо этого, из специй буду соль, перец, приправы для курицы и сухой чеснок. Давайте это все замешаем. Все взвешено, все оттарено. Единственное, что я сразу скажу, что на экран я выведу цифры на все готовое блюдо. Котлеты я съем в течение дня, поэтому я их просто посчитаю в завтрак. И отдельно вам еще расскажу, что я еще буду на завтрак, кроме этих котлет. Честно говоря, я такого никогда не пробовал. Даже делать не пробовал. Надеюсь, что будет нормально. Конечно, смущает геркулес больше всего. Тем более, что целых 50 грамм. Довольно-таки много на самом деле. Чтобы он не был хлопьями в котлетах, я надеюсь, что это получится в котлетах, я его предварительно чуть-чуть залил кипятком. То есть буквально миллилитров, наверное, 30 у него налил воды. По-моему, вот так вот это выглядит. Яйца, курица, картошка, геркулес. Давайте мешать. Давайте сейчас добавим приправу для курицы. Как по мне, это прям лучшая приправа для курицы. Она вот бон вида. Обычно в ленте есть. Может, на маркетплейсе тоже есть. Мне очень нравится. Сухого чеснока. Наверное, чеснок в теории надо было, наверное, тоже замочить вместе с... Кстати говоря, я бы еще сюда добавил лука. И чеснока. Нормального чеснока. Так, соль. И перчика буквально чуть-чуть. Пахнет великолепно. Блин, это не может быть невкусно. Картошка, курица, приправы, яйца. Яиц, наверное, мне кажется, было бы достаточно одного. Ну и геркулес, в плане дополнительных углеводов. У нас же тут мало углеводов. Давайте попробуем так. Нет, все-таки крупные картошины остались. Но мы их сейчас будем обходить стороной. Как бы максимальный левелап овсяно-глинари. Их перевернуть. О, какая красота. Ну вообще, бомбитос. Так. Ах, дружище, ты тоже хочешь жить. Пипец. Неудобный угол для меня, конечно, тут. Так, ну-ка, дозинься сюда. Оп. Вот так. И оп-оп. Можно их так оп-оп-оп-оп. И я накрою крышки, чтобы они внутри тоже пропекались. В идеале, наверное, конечно, делать их в духовке вообще было бы отлично. Ну, уже вообще прям красота. Блин, реально котлеты же. По-моему, я вам, маму, повар. Котлеты жарятся. Ну, выглядит прям вообще уже космически горячо. Вот. И здесь я еще тоже эксперименты дополнительно провожу. Пока не расскажу. Но потом обязательно. Тоже протеиновая бомба. Мед, курица, приправы, соевый соус. Вот это все. Если кому будет интересно, в разрезе это выглядит вот так вот. Ну, блин. Я не ел драники. Ну, может, типа там раз-два в жизни. Как бы у нас что-то как-то не дранниковая семья была. Вот. Я не знаю, как они должны выглядеть. Но, по-моему, по моим представлениям, так должны выглядеть драники. Пока жарятся котлеты, нет ничего лучше, чем просто нахаживать шаги. Так что, ребят, не экономьте свое время. Работайте над собой. Кажется, я изобрел котлеты. Я чуть-чуть попробовал, честно говоря. Чуть-чуть. И у меня пока предварительные впечатления. Очень просто классные. Я еще не ее распробовал. Но, блин. Кажется, что я реально изобрел котлеты. Вот реально изобрел котлеты. Это божественно вкусно. Вот здесь вот столько котлет. То есть, я попробовал буквально малютку. Вот столько котлет. Я не пробовал котлет, я вот так вот сделал. Вот так. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот. Вот столько котлет. 800 килокалорий. И это получается примерно 500 грамм. 40 грамм. Здесь это контейнер. Итого, чтобы определить половину. Потому что 800 килокалорий – это вся порция. Я ее съем за весь день. Завтрак свой, остальное я покажу отдельно. То есть, мы берем половину котлет. Откладываем. Должно быть 250. Так, много котлет. Еще контейнер. 270, значит, должно быть. О, как раз 270. Это мне на завтрак. Это я съем позже. Сегодня, позже съем. И вот это отдельно считаю. Все посчитано. У меня все сходит с математикой. Здесь ролл с омошами и сыром. И соусом сэндвич. И мой любимый холодец. И витамин D. Мне приятного аппетита. А вам хорошего дня. Ну ладно. Не могу не поделиться своими впечатлениями. Я только что в телеграм-канале с вами рассказал, как это вкусно. И расскажу вам. Это, блин, это реально космос. Она настолько сочная. Она настолько вкусная. Я бы даже не сказал, что это какой-то драник. Потому что картофель практически не чувствуется вообще никак. Но это реально вкусно. Короче, у кого есть измельчитель, не знаю, мясорубка, делайте. Обязательно делайте. А я в следующий раз добавлю еще лучка. Лучка здесь вот так не хватает. Вот такие бы котлетки к макаронам, к кетчупам. Ммм, загляденье. Ну, а я ем так. Потому что даже так очень вкусно. Не думал, что скажу это, но котлеты я не доел. Вот столько еще осталось в моем завтраке. И вот там еще целое, целый контейнер. Я наелся очень, очень наелся. Я просто, я уже не могу, типа, вот прям совсем не могу. А еще две котлеты. То есть, если мы берем мой завтрак 400 килокалорий, то, что здесь было половина тарелки, еще 400 килокалорий, завтрак за 800 килокалорий в меня уже не помещается. То есть, ориентировочно за завтрак я съел 600 килокалорий. В любом случае, котлет на целый день наготовил, буду есть. Но пока я прям, типа, все. Дальше уже будет насилие. Это котлеты с картошкой и геркулесом. Мне кажется, там насыщение просто наведен вперед. Посмотрим, конечно, через сколько я проголодаюсь. Как проголодаюсь, вам обязательно скажу. Сейчас время час дня. Время 6.20, я уже проголодался, но так как позавтракал я плотно, я еще ничего не ел до сих пор. Вот, я проголодался, и поэтому я решил сначала сделать дело, а потом кушать котлетки смело. Поэтому сейчас я буду делать куриные колбаски. Первый мой опыт подобного рода. Я купил себе силиконный коврик. Вот он. Вообще классная штука. И он еще не просто силиконный коврик, он перфорированный. Я его специально для джерок, для колбасок взял. То есть, чтобы вот как раз таки с этим совсем и побаловаться. И купил себе так же мешок кондитерский. Тоже никогда им не пользовался. Будем... Давайте перекладывать это все сюда. Ой, какое холодное. Честно говоря, я не знаю, как я жил раньше без вот этой вообще штуки. За последние полгода, год я ее назад, наверное, купил. Вообще просто максимально универсальный боец для всего и вся. Если вы хотя бы минимально бываете на кухне. Ну, поехали месить. О, мне кажется, я нашел подход к этому пакету куриц. Ого, какой большой длинную палку сделал. Так, весь коврик задействуем. Максимально равнометно распределим. Ого, ну, уже почти профессионал, кстати. Такое гамунку. Ого, вообще практически идеально. Есть еще над чем поработать. Ну, мне кажется, с этой задачей я справился максимально круто. Потому что... Что? Потому что... Куриные колбаски это крутота! Напоминаю, что у меня обычная духовка. У меня нет вот этого там супервентилятора, который гоняет воздух. Ставлю на середину и температуру... Ну, давайте, наверное, на 60 пока. Нет? 60. Пускай 60 будет. Нет, 60 мало. Ставлю 80. И буду менять таймер каждые 2 часа. Так, и приоткрываю... Приоткрываю ее оставляю так, чтобы хотя бы какая-то циркуляция воздуха была внутри. Мои колбаски уже вовсю пекутся, бядятся, короче, готовятся. Вот. И я же все начал с того, что я проголодался. Время 7 вечера. Начинаем обедать. Второй крем пищи. Все котлеты я считал еще утром, поэтому сейчас я посчитал только соусы. Соус тартар, бургер, соус майонезный соус, соус сэндвич и барбекю. Вот такой вот у меня ужин. Точнее, обеда-ужин. Я сходил в магазин и потратил полторы тысячи рублей. И вот что в моей корзине худеющего. Во-первых, давайте начнем с того, что я немножко обманул себя. Я почему-то подумал, что этот творог... Ой, что это творог? Я подумал, что это сыр творожный. А этот творог, ну, всего 5%. Как бы попробую его вместо творожного сыра использовать. Может быть, припьем то же самое. Я не знаю, что это за бренд. Не знаю, что он на себя представляет. Но упаковка симпатичная. 5% состав хороший. Поэтому и взял. Ну, думал, что творожный сыр. Во-вторых, как бы... Ну, извините меня. Как худеть без шоколадок? Худеть без шоколадок – это самоубийство. Так что шоколадки в обязательном порядке в нашем рационе. Набираем их куда-нибудь подальше. Ветчина с индейкой. Папа может. Вроде у него хороший КБЖУ. Насколько я помню. 76 ккал на 100 грамм. 10 грамм белка на 100 грамм. К яичнице – отлично. Но я еще беру другую. Империя вкуса. Вот. И в красно-белом магазине есть еще буженины из индейки. Тоже как альтернатива. Почему-то захотелось. Вот маринованных помидор и огурцов. Не было банок разделенных. Обычно я беру просто банку огурцов, банку помидоров. Взяла сорти. Вот такие вот. Люблю на хлебец намазывать рикотту и вот такую икру имитированную. Лососева, слабая, соленая. Красная. Обожаю горох. Взял вот такие две банки. Я не знаю, чем отличается зеленый от розового. Но он абсолютно идентичный. По описанию просто отличается цвет. Состав тоже идентичный. К бежеву тоже идентичный. Может быть, они экспериментируют. Хотя это, мне кажется, лишним. Вот. И взял экспоненты. Давно не брал питьевые экспоненты. Одна получается черника-земляника. Другая как Кокос Миндаль. И вот когда я их увидел, они стоят 120 рублей. Я подумал, да это же джекпот. Это реально джекпот за 120 рублей. Потому что они последние полгода-год очень сильно подорожали. И потом я присмотрелся и увидел рядом это. Active Energy. Я не знаю. Вот эти штуки я точно знаю, что их другие блогеры носили на экспертизу, издавали и там все соответствует действительности. Эти штуки я первый раз вообще сам увидел. Но если это Беларусь... Это не Беларусь. Адрес производства Россия. Ну, ладно. Доверимся. Доверимся в любом случае. Россия. В чем прикол? Во-первых, вкусы. Здесь тропический микс, а здесь гранат-малина. Здесь всего на упаковку получается на этот стакан 174 килокалории. При этом 20 грамм белка. В то же время, самое-то ключевое, в чем джекпот, это 170 рублей. Это 120 по скидке. Здесь получается 60, 250, 120, 150 килокалорий. В этом 173. Здесь 20 грамм белка. Здесь получается почти 30. Да, 30 грамм. Вот здесь написано для таких, как я, дурочков. 30 грамм белка и 6 грамм углеводов. Здесь больше углеводов, из-за этого выше калорийность. Но за 70 рублей 20 грамм белка, это прям экстра дешево. Это реально экстра дешево. Поэтому давайте пробовать. Я выберу сейчас вот такой вот тропический микс. Разболтаем. Удобно пить. Открываем. Но экспоненты в этом плане удобнее. Здесь прям как стакан. Пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно. Вот такая вот пенка у меня после взбалтывания. Давайте полностью крышку уберу. Это чем-то напоминает... В детстве я как-то брал один раз сыворотку. Что-то типа молоко с апельсином. По вкусу примерно то же самое. Ну, вполне пятибельно. По мне, для разнообразия экспонента точно. Ну, по вкусу как экспонента просто здесь вот этот ароматизатор, тропический микс. Консистенция примерно такая же. За ваше здоровье, друзья, братцы. Давайте подведем итоги по моей сегодняшней активности. Второй день я не доедаю свою норму калорийности. То есть я ем меньше. Я даже это не хотел. Я вышел из дома вообще сытый максимально. Я так наелся этими картофельными, куриными котлетами, что они меня очень сильно насыщают. Да, да, они на углеводах, тем самым, которые кетозники боятся. Вот. А эту я уже просто решил попробовать, поэтому и записал. И все равно и даже, все равно ем сегодня меньше. Я планирую в день есть на 1700. Вот. Сегодня я съел на 1560. Сегодня у меня максимально классный КБЖУ. Ну, я так считаю. Вот. По активности тоже неплохо. Единственное, что смущает, что я совершенно не хочу идти на тренировки. Я еле нагулю 11 тысяч шагов. Пока мне это ментально как-то тяжело. Я не могу себя заставить. Но... Но сдаваться я тоже не хочу. Поэтому я здесь и с вами. Хотя кто-то считает, что это умное говно. Интересно. Срок годности надо проверить сначала. Так. Так, 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 так. Так. У него срок годности всего месяц. Сделан в 20 сентября. Значит, нормально. Ну, просто у меня смутело сейчас то, что там внизу. Соворотка отделилась. То есть, внизу тут творог. Вон. Вот он весь протеин. Почему так произошло? Не знаю. Реально, он прям густой творог. Блин, может быть, они просто творог водой разбили. 20 грамм белка. Ну, я надеюсь, другие будут нормально, потому что, как бы, какой смысл, если она вся оседает. А колбаски уже вообще классные. Ай-яй-яй. Вот такие. Вот какие. Сейчас мы. Во. Во. Так вот. Вот такие вот колбасенки. Есть маленькая штучка для того, чтобы попробовать. Уже засушилась. Блин, ну... По мне, немножко пресновато, но королеве бы такое точно мое и зашло. По вкусу абсолютно то же самое, что мы делали чипсы. Только здесь ничего резать не надо. Ну, есть свои заморочки с пакетом, с этим мешком кондитерским. И с тем, что это надо еще перемолоть все, измельчить. Блин, ну, вкусно. Очень вкусно. А вот эти красавчики уже и готовы. Вот такие вот прекрасные, сочные, хрустящие. Ммм. Прям то, что надо. Ну, это не считается. Вот эта колбасная мафия, конечно. Сейчас будем ломать и по контейнерам прятать. Коврик МБА. Потому что он перфорированный. Я даже, честно говоря, пока не зашел на Озон, не знал, что такие даже существуют. Мне нравится. Лучшая покупка в этом месяце, наверное. Хотя, завтра еще придет... Точнее, оно уже пришло, просто я не успел в Озон зайти и забрать. Завтра вам покажу тоже, что купил. Классную одну вещь. Вот. Ну, и нужно делать их максимально тоненькими. Вот это прям самые вкусные будут явно. А вот это, видите, вот здесь вот. Слишком много начинки.